Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях этой недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Конкурс педагогического мастерства проходит в Минске. Литературная Москва приглашает на онлайн-экскурсии. Русский мир открывает новый телевизионный сезон. А теперь более подробно об этих и других новостях. Лучшие учителя из России, Италии и стран СНГ встретились в финале международного конкурса «Хрустальная чернильница». Здесь преподаватели делятся своим опытом и вместе ищут новые практики в преподавании русского языка и литературы. Мы счастливы приветствовать вас на торжественном открытии международного конкурса педагогического мастерства «Хрустальная чернильница». Повысить уровень культурного образования и сохранить общее историческое наследие – так звучат главные цели конкурса педагогического мастерства «Хрустальная чернильница». При содействии Фонда «Русский мир» и Министерства образования Республики Беларусь конкурс проводится уже в седьмой раз. За это время множество талантливых преподавателей из России, Венгрии, Турции и других стран смогли заявить о себе и внести уникальный вклад в развитие образования. Ежегодно кураторы проекта выбирают ключевую тему, по которой участники конкурса готовят свои работы и презентации. Как правило, это освещение творчества знаменитых писателей или значимых исторических событий. В 2020 году особое внимание было уделено биографии Ивана Бунина, а также переосмыслению событий Великой Отечественной войны. Каждый из преподавателей-конкурсантов подготовил видеозапись вне классного мероприятия на тему «Сила человеческого духа» от Бунина до Твардовского, посвященную 75-летию Великой Победы. Жюри оценивало оригинальность подачи материала и владения современными образовательными технологиями. Победители конкурса получат почетные дипломы, а также главную награду – хрустальные чернильницы. Они выполнены в золоте, серебре и бронзе. Любовь Курьянова специально для телекомпании «Русский мир». Отправиться в путешествие к любимому ресторану Пушкина, заглянуть в дом Чехова и узнать другие литературные тайны можно, не выходя из дома. Проект «Москва на удаленке» запустил сервис онлайн-экскурсий по улицам столицы. Архивные и современные фотографии покажут, как изменился исторический облик города. Несмотря на то, что столичные музеи и выставки пока закрыты, любители экскурсий и истории могут уже сейчас отправиться на виртуальную прогулку по благоустроенным улицам Москвы. Уникальный чат-бот в Телеграме предложит гостю шесть направлений в самом центре столицы. Архивные фотографии сопровождаются краткой исторической справкой и интересными фактами. Так программа расскажет о любимых местах российских писателей и даже покажет, где разворачивались события известных литературных произведений. В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации многие москвичи в новогодние праздники предпочли остаться дома в кругу семьи. И мы решили поддержать их в этом, запустив нового онлайн-бота с виртуальными экскурсиями по благоустроенным улицам столицы. Наш сервис работает на платформе Телеграм. Чтобы его запустить, достаточно написать ему сообщение «Старт», и после он предложит выбрать несколько направлений, по которым может провести экскурсию. Главное, что воспользоваться этим ботом можно будет не только онлайн, но и оффлайн. То есть, если кто-то из горожан захочет пойти на очную прогулку по, например, Рождественке, то он сможет запустить нашего бота, и бот будет присылать ему адрес здания, о котором рассказывает. И, соответственно, рассказывает факты. Проект «Москва на удаленке» поможет гостям и жителям столицы оценить благоустройство города. В 2019 году специалисты провели капитальный ремонт центральных улиц и обустроили знаковые городские объекты. Список доступных маршрутов для виртуальных экскурсий будет еще дополняться. Новогодний зум-карнавал прошел в центре русского языка в Стамбуле. Дети из разных стран читали праздничные стихотворения и пели песни. В центре русского языка «Звездочки» учатся юные соотечественники, которые проживают в Стамбуле. На игровых занятиях дети изучают родной язык, культуру и участвуют в различных творческих конкурсах и мероприятиях. С особой любовью коллектив учебного центра встречает традиционные праздники. В честь Нового года основатель и педагог центра Юлия Мэтт провела онлайн-карнавал для всех участников. В дружной компании ребята играли в театральном представлении и принимали поздравления от Деда Мороза. Спасибо, Дедушка Мороз! Телерадиокомпания «Русский мир» открывает новый телевизионный сезон. У вас будет возможность понаблюдать за литературной дуэлью, понять, почему русский язык учить с любовью проще и почему хорошая лекция сегодня на вес золота. Все подробности в материале Полины Прокопенко. Январь будет жарким и даже горячим на новые проекты телеканала «Русский мир». В обновленной сетке вещания вас ждет цикл программ «Литературная дуэль» – совместный проект с самым крупным издательством страны – АСТ. Съемки программы проходят в Доме книги на Арбате. Именно там встречаются дуэлянты – известные писатели, поэты и критики, чтобы обсудить современную литературу. Особое место в сетке вещания телерадиокомпании «Русский мир» занимают образовательные проекты и программы. Это связано в первую очередь с тем, что в 2020 году, к сожалению, все мы оказались на удаленке. И в это время мы снимали такие передачи, как «Матрица русского языка», «Новый русский». Как показал наш опыт, эти передачи пользуются большим спросом у наших телезрителей. Поэтому в этом новом телевизионном сезоне мы подготовили для вас целую палитру образовательных программ. Я уверена, что каждый из вас найдет передачу по своему вкусу и по своей душе. Будьте с нами, смотрите телеканал «Русский мир». С нами не просто интересно, но еще и полезно. Экспертами программы «Золотых лекций русского мира» станут лучшие преподаватели страны в области филологии, театрального мастерства, истории и культурологии. Откроет цикл лекции о первом русском режиссере Константине Станиславском. Он принадлежит тому поколению режиссеров, которые выросли, их режиссура выросла из актерского искусства. Потом будут режиссеры возникать, которые не проходили эту актерскую страшную тяжелую практику. Об истории фразеологизмов и устойчивых выражений пойдет речь в телепрограмме «Любимый русский». В первом выпуске студентка из Ливана вместе с преподавателем РУДН расскажут, откуда пошло знаменитое выражение «Дело пахнет керосином». Оставайтесь на волнах «Русского мира». В нашем эфире не только много интересного, но и полезного. О самых интересных событиях из жизни «Русского мира» вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру. До новых встреч и до свидания.